Уголовное дело депутата Новосибирского ЗАГС Собрания Ивана Сидоренко передали в суд. Парламентария подозревают в особо крупном мошенничестве. Теперь уже бывшим членом партии «Единая Россия» силовики заинтересовались в связи с мошенничеством по реализации земельного участка в Калининском районе. Сидоренко, обманув городские власти, выкупил земельный участок по льготной цене без торгов. Правда, позже в этой локации появился не торговый центр, а жилой комплекс. Депутат-руководитель крупной строительной компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко попал под следствие осенью этого года. Задержание парламентария, как это часто бывает, вызвало широкий общественный резонанс. Фигуранта уголовного дела в итоге отправили под домашний арест, после чего шум паутих. Все-таки Сидоренко не обманывал дольщиков. Он просто решил немного сэкономить и воспользовался теневой схемой, которую не раз проворачивали другие застройщики. Схемы, по которым застройщик мог получить землю муниципальную на выгодных условиях под строительство каких-то социальных или коммерческих объектов, а впоследствии перезонировать ее и строить жилье, вот эти схемы применялись на протяжении многих лет в Новосибирске довольно массово. В этом плане уникальность кейса Сидоренко, она лишь в том, что именно на его историю обратили внимание силовики. А началось все еще в 2013 году, когда ООО «Новаторг СИП», которым руководил Иван Сидоренко, приобрело право пользования участком на улице Крауза в Калининском районе площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Компания сначала взяла муниципальный участок в аренду под строительство торгового центра. Потом общество с ограниченной ответственностью оформило землю в собственность, предоставив мэрию свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости площадью больше 5 тысяч квадратных метров. Причем стоимость двух гектаров земли по договору купли-продажи составила 17 миллионов рублей, тогда как кадастровая оценка этого участка превышала 115 миллионов. Однако специалисты мэрии Новосибирска весной 2019 года в ходе выездной проверки никакого ТЦ на улице Крауза не обнаружили. Вместо здания с подземным паркингом на территории оказались лишь два свайных поля, фундамент с бетонируемой поверхностью и стройматериалы. Согласно материалам уголовного дела, Сидоренко попросту обманул муниципалитет. Следствием установлено, директор коммерческой организации заключил с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной автостоянкой. После чего в 2015 году, не собираясь осуществлять строительство какого-либо объекта, организовал изготовление подложной, несоответствующей действительности декларации в объекте недвижимого имущества, согласно которой на этом земельном участке им якобы построено нежилое сооружение. После этого он зарегистрировал право собственности ООО на несуществующее сооружение, в связи с чем получил возможность приобрести этот участок без проведения торгов за стоимость меньшую, чем кадастровую. К слову, представители компании «Новаторгсиб» два года назад уверяли, что торговый центр был возведен, но потом его снесли. Чтобы проверить версию застройщика, чиновники мэрии обратились в Роскосмос. В их распоряжении оказались снимки спорного участка земли со спутника за 2015 и 2016 годы. Но разглядеть торговый центр на этих фото так и не удалось. В итоге мэрия обратилась в арбитражный суд с иском к «Новаторгсиб» о расторжении договора купли-продажи земельного участка. Однако исковые требования муниципалитета суд не удовлетворил. Признаков недобросовестности, наличия обмана в момент совершения сделки в действиях ответчика судом не установлено. Напротив, выдавая ответчику разрешение на строительство на спорном земельном участке многоквартирных жилых домов, мэрия города Новосибирска признала правомерность владения обществом земельным участком. Между тем, в 2020 году на земельном участке, вокруг которого разгорелся конфликт, появился новый паспорт объекта с информацией о строительстве жилых домов. Заказчиком работ выступила все то же ООО «Новаторгсиб», учредителем которого являлась ООО «Энергомонтаж». Иван Сидоренко и по сей день является руководителем обеих этих компаний. Сейчас на месте мифического ТЦ вырос целый жилой комплекс. После того, как история получила уголовное продолжение, Иван Сидоренко все-таки сознался в том, что подконтрольная ему фирма ввела в заблуждение муниципалитет. В связи с чем, мэрии города Новосибирска причинен ущерб в особо крупном размере, а именно в сумме более 163 миллионов рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб. В 163 миллиона Иван Сидоренко выплатил сразу после задержания, накануне избрания меры пресечения. В результате суда парламентарий дожидался под домашним арестом, а не в СИЗО. К слову, Сидоренко стал четвертым по счету депутатом Новосибирского Заксобрания текущего созыва, попавшим под следствие за мошенничество. После него сомнительный список пополнил еще и депутат Лаптев, которому, правда, вменили коррупционную статью. По мнению главреда издания «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, тенденция с привлечением парламентариев к уголовной ответственности связана с усилением контроля со стороны правоохранителей за людьми, облеченными властью. Мы видим, что претензии к депутатам предъявляются по поводу истории, на которые раньше просто не обращали внимания. И практически все истории связаны с использованием либо бюджетных средств, либо государственных ресурсов. То есть это четкий совершенно сигнал о том, что никто из работающих из публичной власти не должен даже мысли иметь о том, чтобы каким-то образом использовать свое положение для стяжательства бюджетных средств. Уголовное дело Ивана Сидоренко уже поступило в Центральный районный суд Новосибирска. Бывшему представителю партии «Единая Россия» грозит до 10 лет лишения свободы за особо крупное мошенничество. Однако с учетом деятельного раскаяния парламентария и возмещения ущерба, весьма вероятно, наказание будет не столь суровым.